здравствуйте рад вас снова приветствовать на нашем youtube канале not по стриму сегодня у нас обзор который в общем-то давно просили но все как-то руками доходили обзор сравнения двух машинок двух шейверов эндис тс-1 эндис тс-2 тут просто на ремонт принесли тс-1 пришлось его вскрывать но я подумал почему бы сразу же не вскрыть новенький целенький тс-2 и не показать вам какие там отличия есть ли они вообще уже давно ведутся споры разные у них начинка либо одинаковая известно что у них немножко разная комплектацию тс-2 имеется в комплекте подставка поэтому можно заряжать тс-2 как напрямую от шнура так и на подставке причем эта подставка не подходит под тс-1 по той причине что разъем находится у этих двух шеверах в этих двух шеверов несколько разных местах при том зарядное устройство в комплекте идут абсолютно одинаково то есть шнуром можно что один что другое заряжать если перепутаете какой шнур от какого шевера никакой беды не случится поскольку они абсолютно одинаковые ходят слухи о том что новый шевер мощнее что он быстрее заряжается но скажу сразу же это не так говорил я это и раньше поскольку сам уже заглядывал на самом деле внутри этих шеверов просто как-то не заснял этот процесс и вот прошло несколько лет я наконец-таки сподобился записать небольшое видео давайте перед тем как раскрыть корпуса у шеверов для начала все-таки проведем сравнение их внешне раз уж все равно взялись за это дело и заглянем в инструкцию что говорит инструкция об отличиях этих двух шеверов в принципе все абсолютно одинаково вот эти вот головки они вообще идут одинаковые под одним артикулом то есть неважно какой у вас из шевера все равно сменная сетка с ножами будет подходить одна и та же это очень большой плюс что ну унификация проще найти эти запчасти они у нас практически всегда есть в наличии отличие есть небольшие по корпусу по окраске и по покрытию здесь сделали больше вот такой вот прорезиненную вставку черная здесь вот этот вставка она на самом деле тоже термо полиуретан то есть грубо говоря резина но довольно довольно жесткая и ну по ощущениям практически как пластик при этом проблем со скольжением вот это вот шевера я не слышал чтобы у кого-то они были поскольку довольно ребристая вот этот кнопка и именно за него удерживать очень удобно да здесь ну не рабочий шевер поэтому не включаются здесь уровень шума у них абсолютно одинаковые что общем-то и неудивительно поскольку как я говорил начинка в общем-то абсолютно одинаково ну отличие получается покрытие цвет черный и подставка все остальное тоже самое давайте заглянем в инструкции инструкция оригинал на английском языке то что идет в комплекте к американским шевером давайте почитаем что же здесь пишут ну во-первых пишут прямо на упаковке что этот этот работают по 80 минут но может быть этот все-таки мощнее просто в нем более емкий аккумулятор стоит давайте здесь прямо указано что емкость аккумулятора в т.с. 1296 ватт часа берем инструкцию от т.с. 2 и видим те же самые цифры 296 ватт часа время зарядки не нигде точно не указывается пишется просто что в первый раз необходимо зарядить не менее двух часов причем эта рекомендация дана и для т.с. 2 и для т.с. 1 честно скажу не помню какое реальное время зарядки но этих шеверов в принципе для шеверов это не особо принципиально работа у них не так много как у машинки помню только что когда-то когда впервые поступили в продажу т.с. 2 я специально проводил тест-драйв время зарядки т.с. 1 и т.с. 2 по факту они не отличались никак хотя когда я говорил об этом в комментариях к видео про т.с. 2 тут же находились люди которые говорили что вот у них он заряжается быстрее чем т.с. 1 но я думаю это чисто субъективное впечатление но давайте все-таки вскроем и убедимся что все-таки одинаковые ли тут у нас стоят аккумуляторы и моторы я эти шеверы на самом деле уже подразобрал все винты из них выкрутил так что сейчас разборка пройдет довольно таки живенько располовиниваются они оба довольно легко и просто здесь вылетают эти самые вставочки боковые противоскользящие извлекаем требуху на свет видим мы четко надпись мобучий мотор 180 20 напряжение постоянное 37 вольта на аккумуляторе маркировку видно плохо здесь вот получилось так что она вон там внизу но не знаю насколько видно сейчас будет вам вообще там написано что это литий он 800 миллиампер часов если вот подкрасться прямо так незаметно то он там где-то это сокровенная надпись есть вот где-то вот здесь он 800 миллиампер часов 37 вольт 296 ватт часа не соврал инструкция дальше скрываем тс-2 видим сразу же мобучий мотор 180 20 постоянное напряжение 37 вольт аккумулятор здесь все видно гораздо лучше литий он формат фактор 14 500 800 миллиампер часов 37 вольта 296 ватт часов то есть все то же самое тот же самый мотор тот же самый аккумулятор но если посмотреть то платы все-таки отличаются на здесь элементов побольше здесь элементов поменьше почему же так вышло на самом-то деле все это вышло тупо из-за того что здесь вот здесь вот на старой плате одна лампочка зеленым здесь две лампочки зеленые красная и здесь более интересная индикация зарядки и работы на двухцветная соответственно это дело надо как-то обрабатывать поэтому пришлось нагородить вот такое количество микросхемок кстати говоря на платах написано их ревизия и вот здесь вот довольно интересная пасхалочка тс-2 тс-3 галочка стоит напротив тс-2 то есть в принципе они уже готовы вот эту вот плату воткнуть в следующий шевер тс-3 который пока не анонсированы когда будет на анонсирован неизвестно но очевидно что все характеристики у него будут те же самые скорее всего если не передумают в процессе плата будет та же самая но видимо дырку расположен снова в новом месте как вы видите разъем здесь на гибкой проводки поэтому абсолютно ничто не мешало сделать разъемы в корпусах бритв до шеверов на одном и том же месте чтобы тс-1 можно было тоже использовать с подставкой так что это чистая жажда бабла у производителя то есть просто производитель решил рубануть денег чтобы ни в коем случае старый тс-1 не был совместим с подставкой от нового тс-2 хотя подставки отдельно и не продаются и так вскрыли мы два шея увидели что начинка у них по большому счету одинаковая поскольку моторы абсолютно одинаковые аккумуляторы абсолютно одинаковые время работы этого мотора от этого аккумулятора никак не отличается так что мы делаем вывод что и мощность у этих моторов и обороты одинаковые обороты указаны на упаковке 9000 движений в минуту правда не указаны это движение движение стригущие бреющие в данном случае то есть в одну сторону либо это полных движений туда и обратно 9000 но да в общем то это не важно справляется он с работой просто замечательно так что нам все равно сколько там оборотов мощность если разделить емкость аккумулятора 2 96 ватт часа на время работы 80 минут то получается чуть больше двух ватт обоих шеверов что в общем то нам тоже абсолютно не важно данный шевер с легкостью снимает любую щетину как очень редкую так и очень густую толстую независимо от структуры волоса главное чтобы волос был не слишком длинный потому что тогда его трудно загнать в сеточку нужно сначала будет пройти стримером и так вот такой вот замечательный инструмент на этом пожалуй все если остались какие-то вопросы задавайте их в комментариях под этим видео также можете задавать вопросы в нашей группе енот по стригун вконтакте также у нас есть страничка в инстаграме которая называется вы не поверите енот по стригун но в инстаграм писать это не очень удобно пишите лучше сразу на telegram либо на ватсап контакты есть в разделе контакты на нашем официальном сайте который называется енот по стригун точка ру на этом все до новых встреч пока пока